В преддверии зимнего сезона поступает очень много вопросов, связанных с тем, Сергей, помоги выбрать, посмотреть, купить поддержанный снеговод. Сегодня я постараюсь вам рассказать то, куда нужно смотреть при покупке похожего снеговода. Сегодня у нас на обзоре два одинаковых снегохода марки Yamaha. Yamaha мультитурпоза, рабочий объем 500 кубических сантиметров, 4 танка. Один снегоход выпущен в 2011 году, другой снегоход выпущен в 2009 году. И сегодня мы попробуем сравнить техническое состояние этих одинаковых снегоходов. Примерная стоимость на внутреннем рынке поддержанных снегоходов этой марки от 400 до 500 тысяч рублей. Начнем с подвески. Рычаги должны быть ровные. То есть отсюда, когда вы будете смотреть, рычаги должны быть ровные, непрогнутые. На них не должно быть следов сварки или еще каких-то повреждений. Это будет говорить о том, что рычаг имеет правильную геометрию. После рычага необходимо проверить шаровые опоры. Вот смотрите, это шаровые. Сейчас я вам покажу, в каком она состоянии. Эту шаровые однозначно менять. Она полностью вышла из строя. Это однозначно замена. Верхние шаровые здесь без люфта. Они, как правило, ходят очень долго и качественно. Качественно. Следующий у нас узел у подвески – это амортизатор. Вот можно заметить, что здесь край амортизатора потертый. Это говорит о том, что был какой-то удар, либо толчок, и пружина, изогнувшись, терла об корпус амортика. Вот и на пружине есть следы потертостей, и здесь они присутствуют. Это говорит о том, что был какой-то толчок, тычок, и нужно, значит, более внимательно осмотреть подвеску. Что у нас есть дальше еще? Есть рулевая тяга, которую нужно также очень внимательно осмотреть. Если вывернуть сюда больше, то можно увидеть, что тяга кривая и здесь ее правили, и здесь геометрия у нее измененная, то есть она уже закругленная. То есть вам самим нужно будет принимать решение, что было со снегоходом, если вам старая владельца об этом ничего не скажет. Либо вы, собственно говоря, берете снегоход вот в таком состоянии. Снизу кронштейн, все хорошо. Сейчас мы откроем капот и посмотрим, что с верхним кронштейном амортизатора. Вот, открыв, сняв пластик, обшивка, не ленитесь этого делать, потому что это будущий ваш самолет. Вы внутри, под капотом, можете увидеть много всего, даже очень всего интересного. То есть тут налицо самый настоящий колхозинг. Варили дуговой сваркой, варили небрежно, поставили косынку усилителя. Здесь шов, здесь шов. То есть это говорит о чем? О том, что тычок был очень большой. Здесь этот узел и загнулся, сломился, и его попытались восстановить. Не стали покупать весь передний подрамник. Просто в домашних условиях восстановили этот узел. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, хорошего немного. Это ваш будущий снегоход. Геометрия, лыж, подвески, конечно, слегка нарушена. А может быть и не слегка. Сейчас я вам покажу тот же самый узел на другом снегоходе с пробегом 1400 км. Смотрим люфт. Практически его нету. Состояние подвески верхней шаровой. Тоже все четко. Рычаги все ровные, никаких следов. Обычно, если рычаги гнулись и их примили, то на швах образуется ржавчина. Вот в этих вот местах образуется ржавчина, потому что микротрещина, влага, и здесь ржают такие полосочки. Вот примерно как вот здесь вот. Смотрите, видите? Вот примерно такой же эффект, как правило, вот на этих вот рычагах, на швах. Сейчас посмотрим, что здесь. Мы предварительную часть пластица обкрутили для того, чтобы не брать время. То есть, вот смотрите, в этом снегоходе ничего подобного нет. Здесь все ровно. Есть вот небольшие, те самые рыжики. То есть, это говорит о том, что снегоход все-таки ездил. Да, и какие-то изменения были. Но сравнить это и то, то вы, конечно же, поймете, о чем идет речь. Если ездить по снегу и не ездить рядом с деревьями, с крючканами, то профиль, наружный профиль лыжи, как правило, будет ровный, без каких-либо повреждений. Ну, собственно, эти лыжи почти ровные. Но вот только вот здесь вот есть небольшие замятости. Это ничего страшного, просто имейте в виду, что это может быть, иметь место быть. Дальше зачем стоит посмотреть? Это нужно поднять лыжу и посмотреть на состояние коньков. Как видите, здесь нету твердосплавных наконечников уже. То есть, все сточено. Это говорит о том, что хозяева снегохода безбожно гоняли по асфальту, а они по снегу ездили. То есть, для сравнения, сейчас мы посмотрим вот на том снегоходе. Это вот одно состояние лыжи и конька. Вот это совершенно другое состояние. Здесь есть и твердосплав, и лыжа в более хорошем состоянии. Задняя подвеска. Это у нас полос, ролики, элементы подвески, амортизатор, передние стропы, ограничивающие ход подвески. Вот. Теперь, значит, начнем внимательно. Смотрите. Это у нас полос. Обратите внимание, что это заваренная трещина. Чего на вашем снегоходе быть не должно. Имейте в виду, что это полная замена. Полная замена. Оба-на. Далее. Вот здесь вот есть следы сварки. То есть, была попытка также восстановления. Менять не стали. То есть, за состоянием полоза, его внешним видом, нужно смотреть при покупке снегохода. Уделить этому также максимум внимания и времени. Склиз, по которому ездит гусеница. Вот здесь вот склиз. Также очень сильно изношенный. Но, допустим, если не ездить по асфальту, а ездить по снегу, на еще одно, так сказать, вашу первую ближайшую зиму, возможно, этого и хватит. Склизы. Ролики. У роликов нужно смотреть люфт. И вот этот характерный шум говорит о том, что просто там отсутствует смазка. И, возможно, уже от того, что таяла вода, простоял год, образовалась ржавчина, появились раковины, и они вот таким образом шумят. Ролики задние здесь заменены. Вот из них уже начинает вылазить какая-то пластмасса, неизвестно от чего. Либо туда запрессовали другие подшипники, сделали обои, мы запрессовали подшипники. Либо, может быть, заводской какой-то дефект. Вот это вот его родные ролики, которые нам отдали. Ничего страшного в этом нету. Вот один даже в вполне приличном состоянии. А у другого просто внутри развалился подшипник. И, скорее всего, они вот таким образом как-то добирались. Сейчас стоят ролики с более свежей модели. Ничего страшного в этом нету. Дальше смотрим. Вот есть еще такие штоки, которые, так сказать, при повышенной нагрузке переспределяют массу снегохода по каким-то там запрограммированным, так сказать, характеристикам Ямахи. Вот здесь вот, вот эти вот резиночки, они должны стоять вот здесь. Это как своеобразные отбойники. Но они запрыгнули вот сюда уже, на внешнюю сторону. Это говорит о том, что либо очень сильно сжали подвеску, и они туда запрыгнули. Либо, значит, прыгнули на хвост, и им еще не осталось этим демпфером, как запрыгнуть наружу и здесь остаться. То есть вот это вот тоже нужно делать вам соответствующие выводы, как ездили на этом снегоходе. Заварено, спрыгнул демпфер, разорванный, значит, разбитый, разломанный пополам полос. Все это следы, так сказать, жесткой эксплуатации. Вот мы повернули снегоход на бок, и отсюда можем рассмотреть состояние гусеницы. То есть вы смотрите, отсутствует полностью фрагмент вот здесь, отсутствует грунтозацепа здесь, здесь нет участка, здесь нет участка, здесь нету, здесь, 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 то есть как бы повреждение гусеницы на лицо, и я думаю, что здесь порядка 30% грунтозацепов отсутствует. Как к этому относиться? Ну, ездить она еще будет, но я думаю, что это не очень приятно, покупать снегоход с отсутствующим грунтозацепом. Далее нужно обязательно посмотреть на состояние передних амортизаторов подвески, чтобы у них не было люфтов, чтобы вот эти вот стропы были обе нерванные, были целые. На некоторых снегоходах стоит одна стропа, на Yamaha вот две, на Nitro две, на Faser две. Ну и, соответственно, если вы вывесите, вы увидите, что можете прокрутить все ролики, посмотреть на люфты. Еще, конечно, было бы неплохо проверить люфты в амортизаторах. И еще один момент. Обратите внимание, что все, так сказать, товотницы сухие. И это говорит о том, что к снегоходу было такое посредственное отношение. Говорит о том, что обмазали его редко. Я думаю, что не чаще одного раза в сезон. Что, конечно, плохо. Там подшипников нет, там стоят втулочки. Если вы, значит, покатались, поставили снегоход в теплое помещение, снег оттаял, во втулки попала стекловодичка, вы выкатили его с утра, поехали, там жесткие ледышки. Как или иначе, все это трется, и люфты в подвеске возрастают. Лучше мазать, и мазать почаще. Мы мажем снегоходы каждую неделю перед выездами. Внимательно нужно относиться еще к этим наконечникам. Бывает, если гусеница или стропы обрываются, то полоза и вся подвеска уходят с этого положения, уходят в критическое положение суда, и гусеница начинает сначала затыкаться вот в это место и начинает сдирать вот эти вот наконечники. Но здесь ничего подобного, к счастью, нет. Также снизу можно осмотреть состояние туннеля, а также передние крышки, под которые находится, собственно, двигатель. Вот смотрите, вот здесь вот налицо повреждения, то есть куда-то налетели, либо это был камень, либо еще что-то слетели. Крепежи оторвало пластик, немножко изогнули подрамник. Следы масла, возможно, меняли масло, и оно сюда стекло. Отсюда же можно также посмотреть на радиатор, если вдруг залетит какой-то металлический предмет или камень, то на радиаторе останутся следы от него. Снегоход, вот тоже можно заметить, что это повреждение, эта вот деталь должна быть, так сказать, прямая, ровная, значит, на что-то наткнулись, ударились, она деформировалась. То есть при повороте смотрите очень внимательно, не спешите, внимательно изучайте все нюансы, все моменты. Для того, чтобы понимать, что здесь не так, вы должны как минимум собрать максимум информации об этой модели, о том, как она выглядит, как она выглядит в здоровом виде. Вот сейчас очень четко видно, что полос сломан. Не знаю, передаст эту камеру или нет. Вот, правило, излом. Для сравнения, это вот дно моторного отсека у снегохода с пробегом 1400. Здесь на месте все ленты, вот есть небольшая замятина, ну, так сказать, несущие элементы подрамника, неизмятые, пластик весь целый. Гусеница, обратите внимание, вся четкая, нету поврежденных зацепов, вся она идет целиковая. Стропы также здесь в порядке. Состояние склизов, конечно, отличается, то есть, этих склизов при аккуратном использовании хватит на пару зимних сезонах. Ролики, обратите внимание, крутятся уже без того самого шума, хотя вот задний немного шумит. ну, в общем, и в целом, состояние в этого снегохода совершенно другое. Также обратите внимание, то, о чем мы говорили, что все некие вот эти товотницы, все в масле, смазанные, это говорит о том, что за снегоходом действительно следили, обслуживали его, состояние в него гораздо лучше, чем того. Вот те самые резиночки-отбойники, которые, не резинки, а фторопластовые колечки, демпферы, да, они вот здесь на месте, никуда они не запрыгнули, стоят на месте для, так сказать, для мягкости хода. Полозы целые, никаких трещин, никаких повреждений на них не имеется. Маконет, несущий элемент, на котором мы с вами практически находимся, и все к нему прикручено, алюминиевое, профиль, V-образный профиль, значит, очень часто на нитров, на фазы, так как глушитель находится под снегоходом, намораживается большое количество льда, и, значит, хозяева отстукивают этот лед, пытаясь стучать, деформируют, деформируют, вот есть следы, видите, да, это вроде бы ничего страшного, но, тем не менее, тоннель имеет вот такой вот вид с пятнами, с имятинами, то есть это всего лишь колотили снег, но вот это вот, вот здесь вот есть, видно, деформация, вот это вот, это говорит о том, что какая-то кочка была, на нее налетели, и она деформировала вот этот вот участок, сравнить тоннель, с тем снегоходом, здесь вообще все ровно, тут даже по нему и молоточком никогда не стучали, ни резиновой кияночкой, ни ногами, то есть, тоннель ровный, без каких-либо повреждений, вот здесь вот, есть небольшое пятно, вот, выдутое, то есть, тоже все-таки было какое-то касание, и слегка есть деформация, то есть, благодаря вот снизу, вот эту вот алюминиевую часть, она немного прогибается, о брызговике, поговорим и о багажнике, то есть, вот, если вы видите, деформированный задний багажник, это говорит о том, что либо сдавали назад, куда-то ткнулись, согнули, либо, значит, кто-то догнал, это может случиться и в первую поездку, это ничего критичного, но, так сказать, некий товарный вид снегоход уже теряет, еще одна из проблем, которая есть на снегоходах, на всех практически снегоходах, это задний брызговик, когда сдают назад, упираются в снег, брызговик вот сюда заворачивается, и человек, не обращая на это внимание, что он не вышел назад, продолжает ехать, соответственно, он начинает тереться от гусеницы, и имеются вот такие вот полосы, в нашем случае нам его вообще отдали, положили в багажник, потому что он у них, видимо, совсем отлетел, нам его просто отдали. также очень внимательно смотрите просто за внешнее состояние снегохода, например, если здесь вот присутствуют два болтика у багажника, то с другой стороны, посмотрите, их совсем нету, куда они делись, конечно же, никто не знает, хорошо это или плохо, но, конечно же, плохо. Следующий момент, сиденье, обшивка сиденья, если смотреть, то здесь уже вот есть разрыв, здесь вот разошлись нитки с этой стороны, как это может произойти, есть обувь, у которой есть шипы, человек, перебрасывая ногу, может просто зацепить, разорвать ее, да, ну и так вот и останется, это может ездить еще там год или два, до тех пор, пока не, вы не намочите сиденья, и лед, и лед просто не начнет рвать дальше поролон, и саму обшивку. Еще один из моментов, который можно посмотреть, это состояние самих ручек, то есть при пробеге снегохода более 5000, вы уже не заметите на ручках, вот этих вот полосочек, насечек, так сказать, да, ручка будет уже гладкой, если пробег будет больше 6000, поверьте, ручки будут уже почти гладкие, то есть это вот пробег у нас на снегоходе, в 6000 километров, да, начали эти насечки пропадать, это как маркер, вот пробу снегохода с пробега 1400, выглядит как новая, здесь все вообще шикарно, рулевая колонка, рулевые тяги, сделаны через некие промежуточные валы, то есть люфт на руле, достаточно большой, так же на фазере это не считается неисправностью, как правило просто, чтобы его устранить, нужно везде поджать, так сказать, втулки и шайбы, обтекатель, смотрите, обтекатель очень много на себе уже пережил, его сшивали здесь, здесь вот что-то тоже прикручивали, гнули, видимо, во время падения, то есть сшили, то есть обтекатель сам за себя говорит о том, что снегоход лежал на боку, встречался с ветками, и, так сказать, получал на себя всяческие повреждения, даже пластик, вот здесь вот есть трещина, которая как бы говорит о том, что эта тяга уходила в критические углы и даже разорвала пластик. Еще стоит поговорить, то есть когда вы о зажигании, то есть о зажигании панели, то, что показывает приборная панель, например, включив зажигание, вы можете увидеть, у вас есть пробег, суточный пробег, и, соответственно, вы смотрите, у нас здесь сразу нарисовались ошибки, 14, 26, 81, это говорит о том, что в электронике этого снегохода есть какие-то непорядки, есть какие-то непорядки, то есть я точно знаю, что 81 ошибка это неисправность подогрева ручек, возможно, остальные все связаны с тем, что снегоход был с разряженным аккумулятором, мы пытались его завести, и когда мы запустим, не исключено, что все эти ошибки исчезнут, но те, которые настоящие либо действующие неисправности, они все равно останутся в виде ошибки, можем попробовать, не знаю, что из этого получится. Ну вот, завести его, к сожалению, не удалось, это говорит о том, что либо залитые свечи, либо слабомощность аккумулятора, чтобы ему запуститься, поэтому этим снегоходом действительно нужно будет заниматься. Передний бакер на этих снежках очень слабый при стандартной при стандартной комплектации, здесь стоит очень тоненькая такая укосинка, да, вот сейчас мы видим, что, значит, хозяева, предыдущие хозяины усилили это, ну, усилили, так сказать, варварским способом, наварили, здесь вот видно следы сварки, очень грубой сварки, да, ну, а сейчас он стал как броненосец, на оригинальном исполнении это все выглядит гораздо эстетичнее, дольше и проще, это, это на самом деле болезнь фазера, эти вот тонкие перемычки, даже при плотном снеге начинают изгибаться. Сейчас посмотрим со стороны вариатора, что же смотреть здесь в вариаторе. смотрите, что вот такие вот фирменные застежки ямаховские, у них с обратной стороны есть такие шайбочки, и если эта шайбочка теряется, то вот эти вот застежечки совершенно спокойно потом просто выпадают, и вы их никогда, так сказать, в снегу не найдете, ну, вряд ли вы их найдете. И вот здесь потому, вы смотрите, здесь вот тоже крышка, фирменная застежка, а здесь уже стоит обыкновенный болт, я думаю, что это какой-то там интересный болт, это уже, так сказать, колхоз. Да, вот еще один колхозный болтик, обратите внимание, то есть без ключей, на 10 вы никогда эту крышку не снимете. Вот здесь вот налицо повреждения крышки вариатора, как это произошло, можно только догадываться, либо снегоход лег на левый бок, мотор не заглох, водитель почему-то не заглушил двигатель, и вариатор просто распилил эту крышку, либо могло разорвать ремень, но я думаю, что таких жестоких повреждений разорванный ремень бы не нанес, я думаю, что это четко пропиленная вариатором крышка. Вот с этой стороны все это видно. По количеству некого и пыли черной, износа ремня, можно судить о том, что снегоход действительно ездил, его никогда не мыли, он вот какой был, так сказать, таким, вам его и показывает. Вот следы рваного ремня, то есть он хлистал, когда обрывался, начинал хлистать по защите, хлистал по крышке и по алюминиевой защите. Здесь везде видно, что значит грязь, пыль, масляная, вместе, так сказать, вот с этой вот сажей, с черной сажей от ремня. Ремень еще стоит ямадский, оригинальный, но вряд ли это родной ремень однозначно. Что еще можно посмотреть со стороны вариатора? Сейчас еще и запутиться. Значит, со стороны вариатора можно взять за вариатор и попробовать его немного покачать. Но на фазах, так как у него вариатор не напрямую от коленвала, может быть небольшой люфток. Вот он есть, но это, так сказать, нормальное его состояние. Состояние грузиков, втулок, так сказать, с виду понять практически невозможно. Главное, чтобы все это крутилось, ничего не подплинивало. Вот этот люфт, ну, здесь прошу, вот это нормально, это нормальный люфт, да, то есть вот порядка от одного полутора миллиметров это нормальный люфт. Дальше, значит, если посмотреть, все здесь, как сказать, в черной пыли от ремня вариатора. Действительно, за снегоходом особо никто не следил. не смотрел, ездил он и ездил. Вот для сравнения состояние крышки снегохода с пробегом полторы тысячи километров. Здесь все. Нет такой черной пыли. Нет такой грязи на всех элементах на всех элементах в ряд чистой. Здесь чистота. То есть все в очень, так сказать, приличном состоянии. Грязи нету. Могли, конечно, и намыть, но, вот если потрогать рукой, выработка тоже есть, но она гораздо меньше. Если смотреть на ролики, тоже все тут вращается, все работает, подклинивания нет. Иногда при заводке есть шум с левой стороны. И многие, так сказать, задают вопрос, а что это такое шумит? Не мотор ли это? На самом деле это шумят вот детали как раз вариатор, вот эти вот втулки. Например, на Polaris вот здесь вот стоят резиновые уплотнения и вот такого вот дребезга во время работы вариатора нет. Вы даже можете сейчас слышать, как все это шумит. То есть в Yamaha так сказать повышенный шум в работе вариатора действительно присутствует. Не стоит считать это неисправностью. С правой стороны у Multipropos находится масляный БАА. То есть не ленитесь также проверить на всякий случай уровень масла. Понятно, что если будет критический уровень, то у вас на панели загорится лампочка недостаточного уровня масла. Ну и также по состоянию масла можно будет хоть как-то напонять, как давно его меняли. То есть если оно будет черное, то скорее всего заменой тут и не пахнет. Отсюда если это тормозной диск, вот одна тормозная колодка, там стоит рядом другая и можно увидеть, что материала уже практически не осталось. То есть фактически нужно менять, срочно менять тормозные колодки, потому что тормозить нечем. Для сравнения мы сейчас вам покажем состояние тормозных колодок у соседнего снегохода. То есть это критический уровень, нужно срочно менять тормозные накладки. Вот отсюда видно, что это накладка, это покрытие, то самое материал, который у той накладки у соседнего снегохода просто полностью отсутствует. То есть здесь состояние новых тормозных накладок. В целом видно, все в черной пыли. И еще можно заметить, сейчас только увидели, что там есть некий сварной шов, говорящий о том, что была какая-то трещина. И трещину это заварили. В связи с чем? Может быть даже в связи с тем, что здесь был тот самый удар. Не исключено, что он повлиял и на эту плиту, где собственно находится и коробка. Радиатор находится здесь снаружи один, как на автомобиле, и второй под тоннелем. Если внешний радиатор, если так сказать ездили по палкам и по веткам, то он обязательно может пострадать. Как правило ставят сетки, он видно, что он свитка замятан. Это не критично. Здесь так сказать нету той черноты, той грязи. Все более чистое, более свежее. масляный бак. Заодно давайте посмотрим, в каком состоянии здесь масло. Просто для сравнения. То есть ну вот смотрите вы видели то масло и это то есть это говорит о том, что здесь действительно все чистое свежее, за снегоходом следили. ну и пробег здесь конечно же практически в три раза меньше чем у того. снего состояние скажем так на твердую пятерку бэушного снегохода вы все сами видели и сейчас давайте подведем итоги снегоход 2009 года практически не требует никаких вложений денежных кроме замены масла замены маслом фильтра шприцовки подвески это примерная стоимость работы около 5000 рублей то есть снегоход куплен из 400 требует к себе плюс 5000 рублей он заведется поедете на нем пулесным дорожкам и будете наслаждаться зимней поездкой по снегу ну а снегоход 2011 года потребует вложений по замене пульсницы это порядка 30000 рублей нужно будет менять полоса это еще 15000 рублей нужно заменить сиденье 5000 рублей замена крышки в этом примерно пять тысяч рублей обе шаровые примерно 7000 нужно будет поменять коньки на выгрупп поставить новые это примерно 10 тысяч рублей также сменить подрамы либо восстановить отдать какому-то сварщику который вам что-то там наваяли но это не будет но подрамником все равно будете знать что он восстановлен подрамник стоит средний в 30 тысяч рублей и того по кругу а также нужно будет заменить еще и масло в этом снегоходе масляный фильтр то есть отслужить подвеску и того по кругу к этому снегоходу в среднем прилипнет еще сто тысяч рублей и эти вот снегохода как бы вырубится по цене но вы все равно будете знать что у него были такие повреждения и его техническое состояние никогда не будет таким как у этого снегохода это были два сравнительных обзора снегоходов марки ямаха ventura multi-purpose я надеюсь это поможет вам покупки выборе снегохода все о чем я рассказываю вам справедливо для любой марки снегоходов если у вас есть какие то вопросы задавайте мы постараемся на них ответить на страницах нашего канала а ближайшее время мы постараемся сделать обзор снегоходов марки до новых встреч будьте здоровы занимайтесь спортом